В октябре в Сочи стартует 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Приедет больше сотни делегаций со всего мира. Сейчас во всех регионах страны идет отбор участников от России. С кандидатами от Чувашии встретился министр образования республики Юрий Исаев. Всемирный фестиваль молодежи и студентов Советский Союз принимал дважды. В 1957 и 1985 годах. Оба раза в Москве. В 2017 его площадкой станет Сочи. Желающих только в нашей республике тысячи, а поехать должны только 125. Сейчас идет точный отбор видеособеседований. Тут идет жесткая борьба. Очень много хороших ребят, талантливых. Самое главное, чтобы были реализованы проекты. Обязательно участие в общественной жизни города. На встречу с министром образования пригласили тех, кто на данный момент набрал самое большое количество баллов. Среди претендентов студенты, активисты общественных организаций, работающая молодежь. Сотрудница Чувашпотребсоюза Елена отмечает, результатов отбора еще, конечно, нет. Но отпуск на дни фестиваля она уже взяла. На всякий случай. Представлять свою республику – это большая честь. Что я хочу получить от данного мероприятия? Конечно же, новые знакомства, новый опыт. И в организации, и в проведении. И узнать, что это новое для себя. Ну и, конечно, это контакт с другими молодыми людьми из других стран. На штормовках бойцов студенческих трудовых отрядов Чувашского госуниверситета – значки с мероприятий, в которых они уже участвовали. Например, 55-й слет студенческих отрядов. Или школа методистов в Ижевске. В октябре может добавиться еще один. Мне безумно интересно. Вот у нас, допустим, в России есть российские студенческие отряды, такое молодежное движение. Есть ли что-то подобное, например, в других странах? Мне безумно интересно рассказать им, что это такое, чем мы занимаемся, что мы делаем, что это вообще, что такое, что это за куртка на нас, которую мы с гордостью носим. Юрий Исаев посоветовал молодым людям изучить культурные традиции жителей разных стран. Например, как в той или иной стране принято здороваться. Но открывает для себя новое. Не забывайте о духовно-нравственных основах нашего народа. Буквально в обед я съездил в Сибирск и поздравил ветеранов войны. У них такая радость и такое желание жить. И они так рады, что в своей родной стране живут. И что они каким-то образом помогли своей стране. Мы с вами должны переберечь то, что они нам передали. После того, как региональная комиссия закончит отбор, утверждать списки будет национальный комитет. Мы желаем удачи всем кандидатам. Ольга Пырычкина, Олег Якимов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Министерство здравоохранения Чувашия подписало соглашение с Русской Православной Церковью. Оно предполагает сотрудничество в вопросах воспитания молодежи и профилактики абортов. Подписи под документом поставили министр здравоохранения Чуваший Владимир Викторов и митрополит Чебоксарский Чувашский Варнава. Мы лечим тела, церковь души, поэтому все это должно быть в комплексе. Мы хотим, чтобы и в школьных программах присутствовали наши социальные служители в вопросах духовно-народственного воспитания, в вопросах тела мудрия. Сегодня остро стоят вопросы по абортам. Здесь мы как раз находим те точки соприкосновения, когда мы должны быть вместе для того, чтобы Россия развивалась, и Уважная Республика развивалась, рождаемость и расклад. Продолжение следует...